Всем привет, я Анна Галюта и это программа «Лукавые новости», где мы разоблачаем ложь и пропаганду. Польша запретит немецким судам заходить в свой порт. Так она, мол, требует от Германии выплаты репараций, написал провластный телеграм-канал GS Premium. Польша наложила санкции на ФРГ. И это не шутка. Суть польского ультиматума заключается в том, что от Германии таким образом требуют выплатить в Варшаве репарации по итогам Второй мировой войны. Не выплатят им же хуже. Уже с 1 октября 2022 года запрет будет введен. И тогда прощай взаимная торговля. Пока же дирекция польского морского порта Дорлова просит немецкие компании обеспечить отход своих судов до указанной даты. Но есть ряд оговорок. Пока что разрешит бросить якорь судам с нефтью, газом, углем и медпрепаратами. По итогу это, конечно же, оказалось шуткой. На нее, кстати, клюнул и руководитель Белтеля радиокомпании Иван Эйсмант. Что сделают поляки? Закрыли свой порт для морских судов из Германии. Они потребовали репарации от Германии. Нам тоже надо потребовать репарацию. По факту оказалось, что такая новость действительно была размещена на сайте. Дирекция порта Дорлова винит во всем хакеров, которые взломали сайт и разместили там фейк. Это объяснение сейчас можно прочесть при входе на сайт. Дирекция морского порта Дорлова сообщает, что наш сайт был взломан 16 сентября 2022 года. Мы не публиковали никаких сведений о недопуске частей под немецким флагом с 1 октября. О происшествии сообщили в соответствующей службе безопасности. Кстати, о том, что это фейк уже было известно к обеду 16 сентября. Телеграм-каналу в это время уже размещали опровержение. Но клуб редакторов так и вышел вечером этого же дня в эфир с фейком. В итоге, за то, что Эйсмант и Сливы попались на чью-то утку со взломанным сайтом и не проверили информацию, им достается премия Пиноккия. Любимой темой прошедшей недели в СМИ и блогах была Швейцария. Мол, власти этой страны призвали граждан доносить на соседей, которые слишком сильно отапливают свои дома. Об этом написали телеграм-каналы Белтеля радиокомпании и телекомпании Мир. А также рассказал политический аналитик Александр Шпаковский. Мы еще посмотрим зимой, как будет Швейцария. Я хотел сказать, мы еще посмотрим, как будет жить Швейцария, где будет запрещено поднимать отопление. Это их официальный закон выше 19 градусов. А на всех, кто это делает, значит, надо писать, куда надо. Так точно. Тему подхватил и Григорий Озаренок. Вот сейчас, когда будет зима, мы посмотрим, как Швейцарию, может быть, уже, значит, будет лихорадить. И посмотрим, что еще лучше, Швейцария или Беларусь. Значит, там же вы видели, до 19 градусов только можно поднимать. А если нет, напишите, куда следует донос. Напишите донос. Это вот Европа. Не остался в стороне и глава телеканала ОНТ Марат Марков. Мне очень нравится, да, что в некоторых странах уже официально доносы на тех, кто не экономит, на своих сограждан доносы, да, это становится нормой на законодательном уровне. А теперь по порядку. В интернете начала гулять фотография якобы объявления, замеченного в Швейцарии. В нем на немецком написано «У вашего соседа теплее, чем 19 градусов? Пожалуйста, проинформируйте нас». И номер телефона, по которому надо звонить. Но мы и позвонили, чтобы все узнать. И вот что услышали. Если вы звоните из-за сообщений в социальных сетях насчет температуры в квартире вашего соседа, это фейк. Конфедерация к этому не имеет никакого отношения. Если вы звоните из-за другой темы... Оказалось, что телефонный номер принадлежит Министерству энергетики Швейцарии. Но швейцарская конфедерация не имеет к этому объявлению никакого отношения. Подведем итог. За то, что за правду выдали совершенно непроверенную информацию, вручаем озаренку Шпаковскому и Маркову премии «Пиноккио». А вот фейк от телеканала ОНТ. В Белграде, мол, прошел многотысячный митинг в поддержку России. Массовые акции в поддержку России в Сербии. Тысячи людей на улицах Белграда. Они прошли от патриархии Сербской Православной Церкви к храму Святого Савы. В руках иконы, кресты, символика спецоперации на Украине и портреты российского президента. Участники выступили в защиту традиционных ценностей и поддержали решение властей о запрете проведения нетрадиционных акций. Многотысячные митинги в Белграде середины августа. Это отрывок из 13-часовых новостей ОНТ 12 сентября. Речь в нем шла об акции, которая прошла в Белграде накануне 11 сентября. Самое интересное, что в сербских СМИ эта акция называлась «Крестный ход за спасение Сербии» и против проведения Европрайда в Белграде. И никак не в поддержку России. Вот что писала об этом местная пресса. Патриарх Сербской Православной Церкви Порфирий отслужил сегодня всенародную молитву о святости брака и семьи, согласия и мира в нашем народе перед церковью Святого Савы в Белграде, где собрались тысячи граждан. В молитве предшествовал крестный ход за спасение Сербии, во время которой граждане, выступающие против проведения Европрайда, прошли от здания Патриархата Сербской Православной Церкви до храма Святого Савы. Это уже третья подобная акция против Европрайд, потому что Европрайд – это такая серия мероприятий в поддержку ЛГБТК-сообщества, которые ежегодно проводятся в разных городах. В этом году в Белграде часть жителей сербской столицы выступала против их проведения. Что касается России, то на мероприятии участники действительно заметили фотографии Путина. Это объясняется тем, что среди организаторов этого крестного хода были сторонники России и ее действий против Украины. Но сама акция не была посвящена поддержке России или ее так называемой спецоперации, как об этом сообщила ОНТ. А за то, что телеканал из акции против проведения Европрайда сделал акцию за Россию, вручаем ОНТ премию Пинокки. Сливы продолжают рассказывать, как украинским беженцам плохо в Европе. На этот раз якобы французы избили двух украинок из-за того, что им не понравились песни, которые слушали женщины. У Франции побыли двоих украинок, через тэшу вонны на улице слухали украинские песни. Так пишут украинские телеги. Не знаем, что они слухали, но французы – люди тонко организованной души. Им украинские песни, как пенопластом по стеклу. Но вот люди и не выдержали. Хотя, судя по лейкопластырям, не сильно уж и били. Разбираемся, где соврали сливы. Оказалось, что люди тонко организованной души – это русские. Потому что избил девушек русскоязычный мужчина, а не француз. Вот что пишет об этом в случае французская пресса. Сообщается, что две украинские женщины были избиты русскоязычным мужчиной, когда они гуляли возле побережья Рок-Брюнкап-Мартен. Мужчина якобы бросился на них после того, как они включили в своем телефоне украинскую музыку. А за то, что сливы обвинили во всем французов и скрыли правду, присуждаем им премию Пинокки. Интеграция в ЕС так успешно углубилась, что ВВП Союза только растет, в то время как в ЕС началась рецессия. Сотрудница Белтеля радиокомпании Мария Петрашко опять запуталась в цифрах. Образование внутренних технологических цепочек, объединяющих взаимодополняемое производство и свобода выбора межгосударственных расчетов привели к увеличению ВВП Союза на 3,5%. Число рабочих мест возросло на 34%, в то время как в Европейском Союзе и США началась нешуточная рецессия. Да, действительно, на заседании Евразийского межправительственного совета были озвучены данные, что ВВП стран ЕАЭС за полгода вырос на 3,6%. Только Беларусь тут ни при чем, у нее ВВП минус 4,2%. Что касается числа рабочих мест, которых по подсчетам Петрашко стало больше аж на 34%, то Петрашко их перепутала с численностью безработных. Это их в ЕАЭС стало на 34% меньше, чем год назад. Наверное, ей никто не объяснил, что уменьшение безработных на треть – это не то же самое, что увеличение рабочих мест на треть. А теперь о рецессии в ЕАЭС. Рецессия – это некритичный спад производства или замедление темпов экономического развития. И тут Мария промазала. По итогам второго квартала ВВП Евросоюза увеличился на 4% по сравнению с тем же периодом год назад. Ну, то есть он вырос даже больше, чем в Евразийском экономическом союзе. И только в ВВП США два последних квартала был в минусе. Поэтому за год этот показатель составил всего плюс 1,7%. И экономисты действительно заговорили о признаках рецессии. Короче, за то, что Мария Петрашко преувеличила достижения Евразийского экономического союза и преуменьшила Европейского союза, вручаем ей премию Пиноккия. А вот еще один фейк от Слив. Они выложили видео, на котором, как утверждается, видно, в каких условиях работают солигорские шахтеры. Ужас! Посмотрите, что режим Лукашенко делает со своими шахтерами. Работники соляных шахт в Солигорске работают в нечеловеческих и рабских условиях. Вегетарианский режим Беларуси заставляет шахтеров умирать под землей в темноте, задыхаясь от отсутствия кислорода. Рабочие, начинайте страйковать! На самом деле на видео не шахты, а спелеолечебница. Подземное отделение республиканской больницы спелеолечения. Она расположена на глубине 420 метров на базе действующего рудника первого руда управления Беларусь-Калия. И, разумеется, шахтеры там не работают. А вот реальные условия работы шахтеров. Это кадры с ютуб-канала Федерации профсоюзов Беларуси. Про отсутствие кислорода ничего не сказано. А вот работа в темноте тут действительно видна. Короче, сливом за откровенное вранье об условиях работы шахтеров опять достается премия Пиноккия. Если вы сомневаетесь в правдивости новостей, которые читаете, присылайте их нам. Мы все проверим, и если они окажутся фейковыми, расскажем об этом в нашем эфире. Не забывайте также подписываться на наши социальные сети. А у меня на этом все. Вы смотрели программу «Лукавые новости», где мы разоблачаем вранье и пропаганду. Яна Галёта, до встречи в следующую пятницу. Эта программа была создана Белорусским расследовательским центром для Белсад-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова